И сегодня же Рашид Тимрезов и Константин Цицын подписали соглашение о предоставлении и использовании финансовых средств Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Положительно отметил реализацию программ капитального строительства и председатель наблюдательного совета Госкорпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Подробности у Алихан Лепшокова. Приятно видеть, что Карачаево-Черкесия готова досрочно реализовать программу переселения из аварийного жилия граждан. Это показывает, что республика развивается и видна динамика и по капитальному ремонту, отметил на совещании председатель наблюдательного совета Государственной госкорпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Важно отметить, что власти региона уже успели переселить жильцов двух многоквартирных домов, а к концу года намерены еще с пяти, которые расположены в Узджигуте и Адыгехабле. В связи, мы тогда ждем от вас расчетов. Если мы завершаем эту программу, то, наверное, было бы здорово, если мы в 2022 году встретили республики, когда был бы первый субъект России, в котором нет аварийного жилья для жизни. У нас для этого есть финансовые будут ресурсы, потом будут возможность использовать и другие формы предоставления жилья, и социальные, и арендные жилья, которые готовятся к правде законодательства. Но, в основном, конечно, это за счет софинансирования и субъекта ЖКХ. Сергей Степашин положительно оценил качество работы и полигона ТКО. Теперь очень важно запустить вторую очередь по переработке мусора, отметил он. В данном направлении для реализации также будет оказана поддержка. Конечно, вторая очередь не хватает, вторая очередь, это переработки. Тоже ждем от вас предложений, чтобы мы обратились в Минприрода, в ТКО, с тем, чтобы этот оперативный включился, мой первый субъект здесь, по-настоящему, в сочетании переработки. И тоже будет тянуть по 22-й год. У нас всегда в Советском Союзе помните юбилею, мы преподносили праздник, праздник, но я сейчас и подальше, давайте вот по этому пути и по этому. После церемонии подписания соглашения о досрочной реализации программы переселения граждан из аварийного жилья глава Карачаева-Черкесии Рашид Темреза поблагодарил гостей и подчеркнул, что к 2022 году, к празднованию 100-летия КЧАО, регион первым в стране подойдет без аварийного, непригодного для проживания жилья. Это будет отличным подарком к вековому юбилею. Сергей Владимирович, еще раз слова искренней благодарности. И действительно, мы приложим все усилия. Мы первую программу завершили одними из первых в Российской Федерации. Понятно, что не такой большой объем жилья был, но ваше решение о том, чтобы помимо аварийного фонда, еще и закрыть непригодного для жителей фонда жилья. И мы с этой задачей обязательно справимся. И благодаря вам совместно сделаем такой хороший, замечательный подарок жителям нашей республики к юбилею 2020 года. После главы республики почетные гости возложили цветы к памятнику первого главы Карачаева-Черкесии Владимиру Хубиеву. Али Ханепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.